Амур, привет друг, это Зверько. И вот мне всегда было интереснее делать гайды на не метовых персонажей, так сказать вытаскивать из грязи в князи. Поэтому гайдов на менее популярных персов больше. И сегодня мы потащим из болота Аргуса. На этот раз я объясню, как формирую билды персонажем. Однако, меня порой спрашивают, где дешево купить алмазы? Конечно в Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой айди и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А еще, с 28 августа по 4 сентября пользователи, которые пополнили свой акк больше, чем на 293 алмаза, могут получить призы от мунтунов, вплоть до скина Чан-Э «Лунная магия». Участвуй, побеждай. А теперь возвращаемся к ролику. Только ситхи все возводят в абсолют. А мы возведем в абсолют урон. Итак, взглянем на навыки. Пассивка. Банально усиленный удар, ничего интересного и без хитростей. А вот первый навык мы используем как оглушение, как прыжок к цели и как эскейп. Если даже рука упрется в противника, у тебя есть второе использование навыка. Им ты пролетишь и сквозь препятствия, и сквозь врагов. Главное помни, использовать надо по надобности, а не тыкать дважды сподряд, как порой делаю я. Ну а что ты хотел? К каждому персонажу надо иметь привычку. Отметь. Когда ты цепляешь противника, ты притягиваешь его к себе в упор, и ему приходится пробегать весь твой радиус атаки. А потом ты прыгаешь в направлении его бега и опять встаешь на пути врага, чтобы опять начать его бить. Особо зазевавшихся можно потянуть под дружескую башню. Второй навык также предназначен для погони. Лучше всего им тыкать в героев, у которых нет прыжка, и которые вынуждены разрывать дистанцию. Противник будет пытаться убежать от тебя, а от ранения и бега кровоточить, получая урон. А еще будет некоторое время оставлять темный след, который даст тебе ускорение. Вдобавок, из-за кровотечения антихил от предмета Трезубец работает гораздо дольше. На данный момент, повышая уровень первого навыка, повышается только урон. Но перезарядка 12 секунд для всех уровней. Поэтому просто повышай навык, которым чаще пользуешься и чаще попадаешь. Отметь. У навыков продолжительная анимация и ощутимая перезарядка. Поэтому бесконечная битва не очень эффективна. Ульта. Вот с ультой сложнее. Надо учитывать много факторов для ее использования. Не словить смертельный контроль до ее применения. И давать себе отчет, что у тебя 5 секунд на то, чтобы кого-то добить и отойти. Или сразу использовать этот навык как эскейп. Отметь. Есть прикольное свойство, когда ты танкуешь башню в ульте. А потом ульта заканчивается. Башня начинает наращивать урон заново. Это позволяет добивать под башней наглецов. Главное кого-то убить, чтобы получить исцеление. Иначе будет вот так. Учти, что на хай ранге люди видят активацию ульты. Отскакивают от Аргуса и спустя 5 секунд наваливаются снова. Однако с моим билдом до эпика можно дойти практически с закрытыми глазами. Итак. Сборка любого персонажа это решение задач. Аргус это ПВП автодамагер. Значит нам нужна сборка на автоатаку. В этом нам поможет таблица, которую я показал в прошлом видео. Первая задача при выходе в бой это урон. Потому что даже если ты быстро бегаешь, взяв на ранних парах говорящий с ветром, то противникам будет плевать, что ты им сделаешь. Поэтому начинаем с предметов имеющих самый высокий ДПМ. А самый высокий урон в минуту, то есть ДПМ, у меча охотника на демонов. Лучшая пара к нему это конечно Золотой Посох. Золотой Посох и Демон Слэйер уничтожают Бальмонда за... 6,5 секунды. Это дает нам стартовый урон и легкий вампиризм. Вдобавок Аргуса будет исцелять заряженный удар пассивки и ульта. Аргус, как ты мог заметить, не стрелок, и ему нужно находиться рядом с целью. Есть два способа решения этой проблемы. Быстро бегать самому или замедлять цель. Быстро бегать полезнее, когда враги способны прыгать, а замедление полезнее против остальных медлительных. Тем более, как я уже показывал, когда ты первым навыком подпрыгиваешь к цели, ему нужно прям разорвать расстояние. А в этом случае раньше берем косу коррозии. В целом, скорость бега очень полезное свойство, но Аргусу скорость бега нужна, когда у него уже достаточно урона, чтобы передамаживать противника. И лишь имея меч охотника на демонов, ты уже начинаешь составлять конкуренцию противнику, независимо от того, автоатаки он или дамагер навыками. Но золотой посох это топ пара для меча охотника на демонов. И вот после этой пары можешь взять Говорящий с Ветром. Однако, в соло ранге обычно к этому моменту возникает проблема. Ты урон-то наносишь, но противник накладывает на себя щиты или исцеляется вампиризмом, затягивая бой или немного передамаживая тебя. Если ты достаточно умненький и вовремя это заметишь, немедленно собирай трезубец. У тебя не будет времени ждать, когда кто-то из союзников соберет его и прибежит тебе помогать. Тем более, если ты свиснулся один на один, например, со Смиральдой. Но, если тебе повезло, что таких персонажей нет, за то есть маги-прокастеры, которые за одну комбинацию навыков будут тебя сносить, тогда стоит собрать щит Афины. Когда собирать? А вот если тебя за комбу убили, значит уже пора. Ну и против бронированных бойцов на всякий случай есть вариант злобного рыка. Однако, обычно новый жрут справляется с танками на раз-два. Я не упомянул ботинки. Тут придется брать сапоги-спешки для более легкого фарма на старте боя. Если ты играешь в пати гангеров, да, странная пати с Аргусом, но все же, то можно взять сапоги-скороходы. Да и в случае с этим билдом можешь брать боты на свой вкус. А все потому, что при фулт-билде сапоги-спешки дадут 0,2 секунды к скорости уничтожения врага. Если ты беспокоишься, что билд с Афиной слабее фулт-билда на атаку, то могу успокоить. Билд с Афиной медленнее меньше, чем на секунду. Прикинь, меньше секунды. Зато сколько дает выживаемости этот щит. Также, из-за низкого ДПМ, топор войны Аргусу нафиг не нужен. Противник умрет за 3 секунды. И топор банально не успевает разогнать свою пассивку. Преследуя все те же цели, как скорость передвижения, скорость атаки и исцеления, берем эмблему убийцы. Вот с такой раскачкой и третьим перком. Дополнительное исцеление во время боя обеспечит выживаемость, даже без ульты. Дополнительный навык. Мне больше всего нравится спринт. В бою твоя первичная задача – это начать фарм до первого-второго предмета без смертей. Взяв их, ты уже сможешь передамаживать противников. Однако, нужно как-то напомнить союзникам, что Аргус не танк и бессмертие у него всего-то 5 секунд, которые в дальнейших обновах могут еще и уменьшить. Предоставленный мной билд имеет самый высокий ДПМ при высокой скорости передвижения. Билд полностью самодостаточный, но есть проблема с убийством лорда, поскольку основной урон идет за счет разгона пассивки жрута, а по лорду он наносит мало урона. Ну что, на этом все. Если видео тебе понравилось, то переподпишись на канал и сделай колокольчик серым. А если хочешь помочь зверьку, то просто поделись этим видео у себя в соцсетях. Мне будет очень приятно. На этом все. Жму лапку. Удачных боев, друг.